МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело в том, что я женщина одинокая, и по вечерам мне скучно. И хотелось мне купить себе хороший телевизор. Для этого я пошла в магазин, где меня встретил вот этот молодой, симпатичный человек. И объяснила ему суть моего дела. Он подобрал мне телевизор очень быстро. Стоимость этого телевизора была 49 тысяч. Приличная. Приличная, да. Потом я ему сказала, что я хочу, чтобы все было как у людей. Чтобы люди посмотрели, и соседи тоже сказали. И вот ко всему этому он мне сказал, что мне нужен сетевой адаптер за 450 рублей. Потом вот шнур вот этот вот за 3,5 тысячи. Потом набор жидкостей и салфеток за 630 рублей. И плюс еще кронштейн за 1700. И самое главное, что он мне еще сказал, что мне просто необходимо, так это программа дополнительного обслуживания за 10 990 рублей. Так. Ваша честь, у меня лишних денег нет. Но если бы вы слышали, как он мне об этой программе рассказывал, что я просто поняла, что мне эта программа необходима. Необходима до зарезу. Ну вот понимаете, он же специалист, ведь я же не могла его не послушаться. Раз он стоит там, он все понимает, а я в технике совершенно ничего не знаю. Ну тогда, если вы ничего не понимаете, и суть вашего заявления мне понятна. Ваша честь. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы вам вернули деньги за дополнительное или за телевизор? Нет, нет, ваша честь. Самое-то главное. Вот он, я когда все это оплатила, я ему сказала, что мне его прибить на стенку некому. А мне бы хотелось, конечно, его посмотреть. Ну сама же я не буду это делать. И тогда вот он мне и говорит, у нас обычная эта практика существует, что договариваются люди с грузчиками. Грузчики вам... Вы говорите все, как было на самом деле. Вы мне сказали так. Грузчики вам это и сделают. Ваша честь, я ничего не придумываю, от себя ничего не говорю. Ну я подумала, раз так делается, 700 рублей заплатила за доставку, пообщалась с грузчиками, и вот грузчик-то мне кронштейн потом вечерком и прикрутил. Мы с ним поговорили. Конечно, срочные получили. К стене прикрутил. Ну да. Ну понятно. К стене прикрутил. Телевизор показывал. Прекрасно. Две недели я была счастлива. Ваша честь. Вот так вот, посмотрите. Вот как у меня дома было. Ночью сплю, шум, грохот. Телевизор упал. А мало того, что он упал. Ваша честь. Вот, смотрите. Он на музыкальный центр упал. И вот такая вот трещина получилась. И тут-то я вспомнила вот программа дополнительного обслуживания. Ваша честь. А вот в этой программе и написано, что они мне обязуются обменять товар в тот же день при любых поломках. Иначе я бы не приобрела такую дорогую программу сервисного обслуживания. А что, там указано даже при механических повреждениях? Да, Ваша честь. И даже в случае неправильной установки и неправильной эксплуатации. Там так написано? Да, Ваша честь. И именно за это я заплатила... Передайте мне этот бланк договора. Фотографии вы можете оставить себе. Ваша честь, позвольте сказать. Да, вот теперь вам пора уже сказать. Дело в том, что... Хотел представиться, Алексей Андреевич Попов. Я представляю интересы магазина, менеджер по продажам. Дело в том, что именно эта ситуация не подходит под действия программы дополнительного обслуживания. Если вы посмотрите, то на первой странице есть носка со звездочками, да, что кроме замены корпусных деталей, сломанных электронных и механических узлов. Дело в том, что здесь на лицо по фотографиям видно серьезные механические повреждения. Помимо этого, есть еще и внутренние повреждения, то есть несколько микросхем просто вышли из строя. Истец не оспаривает, что этот телевизор имеет механические повреждения, потому что он упал со стены вместе с кронштейном. Да, вот по кронштейну это отдельная ситуация. Истец считает, что виновником падения является магазин, потому что именно представитель магазина... Позвольте объяснить. ...не нужно пока ответить на вопрос, потому что именно представитель магазина рекомендовал каких-то работников, которые закрепили этот телевизор на стене. Каждой работой должен заниматься специалист. И какая-то служба быта, которая имеет на это лицензию. Мне это понятно. Вы рекомендовали ИСЦУ? Меня просто человек вынудил. Он сказал, мне прямо сегодня надо, у меня лишних денег нет, вот вам последнее отдала, вот пожалуйста, что-нибудь. Уже конец рабочего дня был, мне уже хотелось домой идти, вот человек купил уже, все оплатил, вот мне еще дать вот этот монтаж. Такие большие деньги. Прямо сегодня сериал, любимый, хочу смотреть, вот уже все. В результате мы провели экспертизу. Так, провели экспертизу. Непосредственно и место, и самого телевизора. И выясняется-то, что стена сделана из гипсокартона. Ну, надо же понимать просто, куда можно монтировать, куда нельзя кронштейн. У соседей идет ремонт. Монтировали-то телевизор ваши работники? Ну, уже не в рабочее время, то есть я считаю, что это абсолютно отдельная ситуация. Как у нас по правилам для сотрудников внутренних сказано, то есть сотрудники ни монтажом, ни настройкой не могут заниматься. То есть это была личная договоренность, личная инициатива. Передайте мне все эти документы, пожалуйста, через пристава. Ваша честь, вот этот шнур, оказывается, мне потом знающие люди объяснили, он вообще не нужен моему телевизору. Что вы скажете по поводу шнура? Зачем мне его намелили? Вот мне тоже люди удивляются. Сначала приходят и говорят, дайте мне все, что можно к этому телевизору приобрести, я не хочу пять раз ходить к вам в магазин. Зачем этот шнур был куплен? Для чего вообще он нужен? Объясните. Этот шнур нужен для Блюрея и, собственно, истец взрослого человека может самостоятельно принимать решение, нужно ему это покупать или не нужно. То есть я же насильно не заставлял. Мне поставили задачу, предложите по максимуму, что к этому телевизору может подойти. Я предложил. Я ведь как к специалисту обратилась. Вы предложили по максимуму, мало того, что обязали человека купить шнур, который фактически не нужен, и какие-то там пульверизаторы, я не знаю. Ну, извините. Одновременно с этим вы еще рекомендовали грузчиков, которые, как вы теперь заявляете, нехарактерную для них работу выполнили, и упало. Ну, извините, телевизор за такие деньги покупать, что мокрой тряпкой его по старинке протирать. Есть специальные для этого средства, и грязь убирает, и антистатику. Вы можете как-то обосновать вину ответчика дополнительно? Может быть, свидетели есть какие? Ваша честь, у меня есть свидетель. Я... Покупка-то дорогая, я вот с подругой ходила, чтобы она посоветовала что-нибудь. Пригласите, пожалуйста. То есть свидетель видел весь процесс покупки? Она и видела, и слышала, как он там просписывал. Я понял. Пригласите, пожалуйста, свидетелей сца. Еще и свидетели притащили с собой. Свидетели сца, пройдите. Подружка моя. Добрый день, Ваша честь. Здравствуйте. Я подруга моя. Я присутствовала при покупке... Как Вас зовут? Сазонова Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, я предупреждаю Вас об ответственности за заведомо ложные показания, об уголовной ответственности. Я поняла Ваша честь. И Вы должны здесь говорить только правду, несмотря на то, что Вы подруги. Понятно, Ольга Владимировна? Понятно. Итак, Ольга Владимировна, Вы были свидетелем покупки телевизора и всех этих причиндалов дополнительных? Да. А видели Вы, кто, когда, когда и при каких обстоятельствах этот телевизор крепил к стене? Ну, вот этот симпатичный молодой человек, я присутствовала в магазине. А так сказал, что магазин у них такого уровня, что любой грузчик может и закрепить, и прикрепить, и сделать всё, что угодно. И мы поверили этому молодому человеку. А на самом ли деле, ответчик, когда был менеджером, сказал, что даже в случае механических повреждений, телевизор будет заменён? Да, Ваша честь. Да, я сама чуть не купилась на эту программу. У меня просто не было денег. Я точно так же бы, вот как моя приятельница... То есть позиция ответчика не вызывала у Вас сомнений в том, что даже в случае, я подчёркиваю, даже в случае механического повреждения, которое возникло в результате неосторожности, будет это изделие заменено? Абсолютно верно, Ваша честь. В результате именно вот это действие, вот этой программы дополнительной? Абсолютно верно, Ваша честь. Что Вы скажете, ответчик, по этому поводу? К сожалению, у меня свидетелей нет, чтобы я так же привёл и сказал. Уважаемый истец, вот в соответствии с этой программой замена телевизора невозможна, потому что здесь указано, что в случае механических повреждений телевизор не меняется. Но может быть Вы измените свои исковые требования, потому что вводил-то Вас заблуждение не магазин, а конкретный продавец. Ваша честь, а тогда могу я к нему претензии предъявить? Ведь это он мне наврал. То есть Вы хотите дополнить свой иск и обязать заменить телевизор и магазин, и продавца как физическое лицо солидарно, да? Вот этого молодого человека. Я понял Вас. Спасибо, Ваша честь. Я понял. Суд удаляется для принятия решения. Пошёл всех встать. Судом установлено, что истец на самом деле приобрёл дорогостоящую электронную технику, а именно телевизор, в магазине, в котором работает ответчик. И предъявила требования к магазину и к ответчику как физическому лицу о замене телевизора в результате того, что телевизор получил, по мнению истца, механические повреждения в результате виновных действий и магазина, и ответчика. Суд, проанализировав представленные суду доказательства, считает, что иск должен быть удовлетворён. На самом деле, Вы, ответчик, недобросовестно проинформировали истца о том, чтобы телевизор может быть заменён, о том, что телевизор может быть прикреплён к стене Вашими работниками, о том, что телевизор будет заменён во всех случаях, даже в том случае, если будут повреждены механические детали этого телевизора. Я выношу решение по своему внутреннему убеждению о замене этой техники Вами, как физическим лицом. Если Вы считаете, что данное решение неправильно, Вы можете его обжаловать в установленном законе порядки. После вступления решений суда в законную силу, получите исполнительный лист в канцелярии суда. Окончено слушание дела. Решение суда. Иск удовлетворить.